Восемь автомобилей, 13 человек пострадавших, из них четверо погибших. В эти выходные в Челябинской области произошло сразу несколько жутких аварий. Подробности у Аллы Согриной. Двое погибли в Чебаркульском районе, столько же в Аргояжском, где жертвой стал двухлетний ребенок. Младенец пострадал в ДТП на трассе Челябинск-Курган. Подборка по-настоящему страшных аварий прямо сейчас. Эти фото сделаны на трассе М5 в районе Травников. Жигули вообще трудно узнать, настолько сильно изуродован автомобиль. Он сделал сальто в воздухе после двух страшных ударов. Два человека, находящихся в нем, погибли на месте. ЧП произошло по трагической случайности, комментируют спасатели. На встречную полосу легковушку буквально выбросило фура. Семерку вытолкнуло на встречку. То есть каким-то образом толкнуло ее сзади и улетело от семерки погибшее. Семерка туда же перевернулась. И там двое оказались зажаты. И на Марков, в которой ехала семья, из пяти человек, там женщина получила труповую травму живота, была гистерализирована. А на трассе под Курганом произошла авария с шестью пострадавшими. И тоже по вине стороннего автомобиля. Евгений Мотылев на своей странице в социальной сети опубликовал пост с просьбой помочь найти виновника, который просто скрылся с места аварии. Вот что он рассказал нам по телефону. Я забирал водителя, машину со Шкодой «Октавия», потому что это мои друзья с севера. Я там с севера переехал, в Челябинск, я их забирал уже утром. С ними беседовал, то есть, в общем, это друзья очень близкие. Где-то в 22.30 на трассе ехал, в общем, Шкода «Октавия» ехала по полосе. Тут выскочила «Деонексия» белая, их в бок ударило, получается, их вытолкнуло на встречную полосу, где они с Ланусом столкнулись, и «Деонексия» сама скрылась. Ищем свидетелей, очевидцев. То есть, кого-то, может, видеорегистратор что-то проезжал же, в любом случае машины были. Ищем «Деонексия», чтобы посмотреть, что действительно «Деонексия» доказать виноват. Чудом, никто из шестерых пострадавших из «Шкоды» и «Шевроле Ланос» не погиб. А вот в Аргаяшском районе смертельного исхода избежать не удалось. Там жертвами стали 32-летняя женщина и ее двухлетняя дочь. Они находились в автомобиле «Пежо» в тот момент, когда обогнать их решила автоледи на «Хенде». Водитель автомашин «Хендай» совершает выезд на встречную полосу, попытается совершить маневр-обгон, затем увидев, что там ей движется попутно встречная машина, возвращает, решает вернуться на свою полосу, где совершает столкновение с попутно движущейся автомашиной. Ну, взять ДТП, попутно движущаяся автомашина «Пежо» 206, выбрасывает на встречную полосу движение, где она производит столкновение со встречной автомашиной. Еще одна авария со смертельным исходом в Челябинске. Водитель «Жигулей» влетел под большегруз. Сам виновник аварии находится в больнице, а вот его пассажир скончался, не приходя в сознание. В улице Первомайская полночь. «Жигули» буквально съедена «Мазом». Несколько минут назад «Семерка» на большой скорости влетела под большегруз. В салоне рековушки госавтоинспекторы находят пустые бутылки из-под алкоголя. Водитель «Маза» рассказывает, не исключает, что за рулем «Жигулей» находился нетрезвый водитель. Уж слишком неожиданным был его маневр. Сел в машину, начал отъезжать. Машина, которая сзади меня поворачивала, шла на слад. В это время я посмотрел в зеркало заднего вида, увидел освещение фар и удар. Пассажир «Семерки» скончался тут же на месте ДТП. Второй пассажир вместе с водителем сейчас в реанимации. Жаркие выходные и рекордное количество погибших на воде. Семь человек. Погибший в водоемах Троицка, Картолов, Челябинска, Бредов и Златоуста. В последнем отдыхающему не смогли помочь даже матросы. Уж слишком далеко заплыл мужчина и не звал спасателей на помощь. Да, он примерно на середине труда был. То занырнет, то вынырнет. За ним следили, а поленька потом правее взяли, увидели мужчину в положении, в таком вот дрейфующем. Ну вот, ну сразу немедленно взяли лодку, поплыли к нему. Сразу же вызвана скорая помощь. Ну, она ехала в течение 10 минут, и вот в течение 10 минут оказывали. Потому что непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Установлено шестеро из семерых погибших в области были настолько пьяны, что у врачей вызвало сомнение, как они вообще смогли зайти в воду. В редакцию ОТВ телезрители прислали видео шокирующего инцидента. Водитель за рулем пикапа бросал в окна проезжающих мимо машин мусор, а потом и вовсе наставил на попутчиков пистолет. Шокированные очевидцы снимают на мобильный телефон откровенное хулиганство на трассе под Аргояшом. Но бросив через окно в салон машины бутылку, водитель пикапа решил не останавливать развлечение. Вот выхватывает и наводит на автомобилиста пистолет, размахивая им и перезаряжая. После дерзкий водитель продолжает ехать дальше, периодически выталкивая попутчиков с трассы. Очевидцы дополнили видео комментарием. За рулем была дама. И скорее всего она с пассажиром мужчиной о чем-то громко спорила, возвращаясь с отдыха на пляже. Видимо хамскими и по-настоящему опасными выходками они захотели разрядить обстановку. Это был обзор происшествий. Спасибо Алла. Если у вас есть интересное видео, звоните 8 800 500, ровно 74 50. Сразу после выпуска афиши и прогноз погоды. Увидимся на телеканале ОТВ. Продолжение следует...